И вот, кстати, Оля, по поводу страны, державы, ужасов, страстей. Вот сегодня жутко повезло одной Воронье. Так. Жутко повезло, да. Потому что если бы на моем месте был кто-нибудь другой, то за откровенно проявленное неуважение к верховной власти, за насмешки над нею, эта ворона бы уже на своих лапках громыхала бы стальными налапниками. Я как раз, как раз, готовясь к эху, смотрел вот эти удивительные экзерсисы Путина с оранжевыми папочками, да, которые показывали всем. Он то прятал, то перепрятывал, то открывал, то закрывал. Это вирусное видео, оно уже в интернете. И вот у меня здесь стоит компьютер, и в окне рядышком видно, как нагло передразнивая президента совершает практически те же самые действия ворона, которая закладывает на зиму в запас колбасную шкурку. Она то раскопает, то раскопает, то вынет, то клювиком приглазит. Потом подумает, думает, что она нет. Спрятала недостаточно и вытаскивает его обратно. А лапкой разгладит, как будто бы собирается читать, тут же свернет и закроет. До сих пор осталось тайной, что он прятал. Скорее всего, это была не колбасная шкурка. И точно это было не доллар. Говорят, секретные записи. Ну, вот, скорее всего, может быть записи, но точно не доллар, потому что теперь мы знаем, что на самом деле сказал, например, там, князь Владимир, когда только начинал эту драму под названием «Русь», он сказал, что веселье Руси есть обвал валютный. А потом второй исторический деятель сказал, что кто к нам с рублем придет, тот последняя сволочь. И очень красиво эту национальную трагедию перечеркнул сегодня или вчера Путин, сказавший, что игнорируйте вы нафиг этот валютный курс. Это позвучало очень широко, очень красиво. Можно я цитату приведу? Можно? Да, конечно, конечно. Важен не курс рубля, а его предсказуемость и стабильность. Да. Гениально. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»